ЗВОНОК В ДВЕРЬ Опасная оттепель. Есть пострадавшие. Кто обязан убирать снег с крыш домов и остановок? Следил за заключенными, но сам получил срок. Сотрудник колонии осужден за коррупцию. Армянские гуляния с широкой душой. Нижнегамские отметили праздник Терендес. Шансов нет даже математических. Нефтехимик при любом раскладе не попадает в плей-офф. Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР в студии. Александр Комаров. Здравствуйте. Нижнегамский зафиксирован первый случай заболевания так называемым австралийским гриппом. Редкий штамм вируса H3N2 был обнаружен у ребенка. Еще шестерым детям поставили диагноз свиной грипп. Алсу Расланова разбиралась в эпидемиологической ситуации. Ей слово. Раз вы пришли в садик, вас нужно проверить. Игра в доктора в этой группе самая популярная. Пускай только после полного фильтра. Без исключений. Дети в этом копируют поведение взрослых. С пятницы в четвертой группе особые правила. Введен карантин по гриппу. Родители ребенка являются отказниками от всех видов прививок. Поэтому ребенку прививку не делали в этом году. Узнали мы о том, что ребенок болеет и имеет диагноз грипп в пятницу после обеда. Поэтому с 15 февраля по 22 февраля на эту группу наложен карантин по гриппу. Дети должны находиться только в своей группе. Преподаватели приходят к ним сами. Праздновать 23 февраля тоже будут у себя. А еще везде лук, введен масочный режим, постоянное проветривание и частая влажная уборка дезинфицирующими средствами. Гулять идут после того, как все другие ребята уже вышли. Такие меры предосторожности введены еще в нескольких учебных заведениях. Грипп выявили у семерых детей. Шестеро из них детсадовцы и один школьник. За всеми пациентами наблюдают врачи. Диагноз удалось поставить вовремя. Не допустив осложнений сейчас их жизни, ничего не угрожает. Лабораторные анализы показали, что кроме штамма H1N1 есть еще один H3N2. Так называемый австралийский грипп. Специалисты уверяют, привитым людям бояться нечего. Вакцина действует на все подтипы вируса А. Он не новый, он не появился ниоткуда. Он и доциркулировал по территории Российской Федерации. И естественно с ним бороться и лечить его так же, как и остальные виды гриппа. В Нижнекамске продолжается рост заболеваемости ОРВИ. Пока эпидпорог не превышен. Введены дополнительные меры предосторожности в больницах, детских садах, школах. Также дома необходимо соблюдать правила личной гигиены и не посещать массовые мероприятия. Алсу Арсланова, Фахри Исламов, Марсель Джураев, Новости НТР. Ну а начальник управления здравоохранения на деловом понедельнике рекомендовала руководителям на месяц отказаться от проведения массовых мероприятий в своих организациях, либо запретить посещать их заболевшим работникам. За неделю рост заболеваемости составил среди детей 10%, у взрослых 30%. Первым, кто откликнулся на отмену массовых мероприятий, стала городская администрация. Они решили не проводить на следующей неделе деловой понедельник. Нижнекомец пострадал от схода наледи с крыши торгового центра. Пару сантиметров отделяли его от попадания глыбы льда на голову. В каком-то смысле мужчине повезло. Удар пришелся на ногу. О своем несчастье он рассказал нашей съемочной группе. Я вот здесь ушел. И осколок. Потом смотрели, вот такие вот осколки. А вот, вот даже, вот сейчас они здесь. Вот же, вот видите, вот какие осколки. В каком-то смысле Мансуру Вильданову повезло. Наледь с крыши торгового центра ДАН сначала сошла на козырек аптеки, а уже оттуда рикошетом попала в мужчину, что существенно смягчило силу удара. Шум такой, как в крышу снег упал. И вот кусок льда мне по ноге ударил. Нога отказала сразу. А пошел туда, прополз, лег. И вот звонил 7 или 8 раз, пока скорая помощь приехала. Скорая помощь приехала, увезла. Правая нога, на которую пришелся удар, у мужчины и так была больна. У него вторая группа инвалидности. Прошли сутки. Чувствительность так и не вернулась. Зато место ЧП в полном порядке. Огородили, предупреждение повесили. Все как в поговорке. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Смотришь, снег везде полно. Вот видите, и там, вон сколько снега. Везде снег полно. И там, и тут. Повсюду заснеженные крыши. Вот эта металлическая натукая 12. Уже прогнулась от тяжести снега. Здесь за безобразие отвечают жильцы. А вот торговые павильоны пассажа. С массивными снежными шапками на козырьках. Поликарбонатный настил местами рушится. Аркада. Центральный вход. Под снегом уже не видно вывески. Куда смотрят владельцы магазинов. Видимо, туда же, куда и коммунальщики не на проблему. Химиков 14А. Я проходила здесь с пакетами, с едой, с магазина. И огромная гигантская глыба снега с крыши сорвалась. Еще буквально пару шагов быстрее бы я прошла. И меня бы накрыло просто ужасно. Ужасно. Уборка снега с домов – обязанность управляющей компании. Не чистят – сообщайте в народный контроль. А вот состояние крыш остановок и торговых объектов контролирует административно-техническая инспекция. С начала зимы отделам было составлено шесть протоколов. Наложены штрафы. Обращаясь к собственникам, директорам торговых объектов, в первую очередь, у нас ожидание общественного транспорта остановочной павильоны. Трупные торговые центры должны, обязаны, так скажем, чистить крышу от снега и наледи. В противном случае они будут привлечены к административной ответственности. Без предупреждений. Если это индивидуальный предприниматель штраф в размере от 15 до 30 тысяч рублей, если же юридическое лицо, то от 200 тысяч рублей штраф. Рейды инспекция проводит ежедневно. Одна беда – штат в шесть человек не позволяет охватить весь город. Помощь горожан только приветствуется. Увидели опасную крышу? Звоните по телефону 419143. Вот теперь в Нижнекамске продлится еще как минимум неделю. Так уже в эту пятницу, по прогнозам, ожидается плюсовая температура. А это значит, о безопасности лучше позаботиться нам самим. И не ходить под крышами, о которых забыли коммунальщики и владельцы зданий. Наталья Лушникова, Фахри Исламов, Новости НТР. Ну вот об этой теме нам сообщили наши телезрители. Если у вас тоже есть интересная информация или предложение, то связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70. Пишите нам на наш сайт, его адрес ntr.defiz24.ru или посредством мессенджера WhatsApp. Его номер 8 917 93 73 077. А департамент продовольствия и питания отказался от партии мяса, из которой готовили сырые котлеты в 32-й гимназии. Напомним, на прошлой неделе родители учеников выложили в социальные сети фотографии с некачественной едой. Мы уже показывали материал, как гимназию посетили проверяющие. Сегодня развязка этого скандала. Альбина Валеева расскажет, кто же все-таки виноват в том, что детей кормили сырым обедом. Сейчас поругаем заведующую, поставим ее на вид, прям камнями закидаем. Это решаемо. Сегодня недожарение завтра. Главный повар школьной столовой 32-й гимназии едва сдерживает слезы. Ее отчитывают как первоклассницу. А виной всему недожаренные котлеты. Но, как оказалось, причина сырой продукции вовсе не в ней. Мясная партия, из которой лепили второе, была некачественной. В случившемся виноват поставщик продукции АПК Камский. Проблема в сырье. Если бы на листе, когда вы дома на сковородке жарите, 5 котлет положили, не может же быть 4 приготовились, а одна нет. Так и у них. Если бы массово было, тогда бы точно я была уверена, что это 100% сырая. Это мясо дело в сырье. Поэтому вот эту всю партию, которая сейчас есть, все это приостановили. И вернем поставщику. Напомню, фотографии школьной трапезы появились в социальных сетях на прошлой неделе. Назвать вкусным обедом то, что находится в тарелке, очень сложно. Котлеты явно сырая, а гарнир холодный. Эти снимки вызвали волну возмущения среди родителей учеников. Но говорить об этом случае на камеру многие просто боятся. Вы же хотите, чтобы проблема решилась. Ну что говорят? Ну говорят, что вначале было все вкусно, у них так переудовали. Потом опять началось. То сильно пересоленое, то недовареное, то вот недожаренные котлеты. Эти снимки шокировали не только родителей, но и работников общепита. И чтобы расставить все точки над «и», они решили собраться вместе. Вопросов было много и все они адресованы департаменту продовольствия и питания Казани. Именно он уже второй год составляет меню для нижнекамских детей. Сегодня услышали родителей, пообщались с родителями, услышали их мнение, поговорили с детьми, были на перемене, поговорили с заведующими. Сегодня совещание провели, услышали их. То есть скорректируем в первую очередь меню. Проведем обязательно обучение, то есть повышение квалификации поваров. Переговорим с поставщиками по поводу сырья, усилим контроль, входной контроль сырья. Это наша лаборатория в Казани. Обеденный набор может попробовать каждый взрослый. В столовой 32-й гимназии, да и в других школах есть специальный журнал для отзывов, который может помочь контролировать питание. Но все же главными экспертами школьной еды остаются дети. И как показывает практика, многие из них продолжают выбрасывать свой обед. Альбина Валиева, Фахрий Сламов, Новости НТР. Перевозчика нефтепродуктов накажут за вредные выбросы и разлитую нефть. Сделают это экологи по итогам прокурорской проверки. Провести ее попросили жители Большого Афанасова, где и находится база. Итог – штраф в 40 тысяч рублей и месяц на устранение нарушений. Вадим Струминский продолжит. Наглядный вид пожарной щита соответствует всем требованиям – топор, лопаты, лон. Надлежащий вид пожарный щит на этой производственной базе приобрел только после прокурорской проверки. Кроме устранения мелких нарушений, предприниматель, который занимается перевозкой нефтепродуктов, теперь и бизнес ведет по-другому. На сегодняшний день я вообще с такими тактическими продуктами вообще не работаю нижнекам с нефтехимией. Или если я работаю, сразу с колес гружу на химии, и сразу они у меня уже отправляются куда нужно. Этот шаг, по словам предпринимателя, позволит работать в рамках закона. Речь о вредных выбросах. Решается еще одна проблема, которую во время проверки обозначила прокуратура. На земельном участке, на котором осуществляет деятельность данный индивидуальный предприниматель, обнаружен разлив нефтепродуктов. Данное нарушение зафиксировано. По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено ряд административных производств. Акты составили и пожарные вместе с экологами. У каждой инстанции свои претензии. Например, экологов не устраивало, что загрязняющие вещества при мойке цистерн не обезвреживались. Еще одно замечание со стороны экологов было по поводу разбросанных на территории базы автомобильных покрышек, которые по требованиям должны находиться в специально отведенном для этого месте. И теперь у предпринимателя такое место появилось. Все это не освободит бизнесмена от уплаты штрафа кругленькой суммы в 40 тысяч рублей. Тем временем завтра эти снимки окажутся на столе у экологов, чтобы показать проделанную работу по устранению нарушений. Предпринимателю дали на это месяц. Вадим Струминский, Евгений Лызаев, Новости НТР. Нижнекамец получил срок за то, что пытался передать знакомому обычные пищевые дрожжи. Такая строгость обусловлена тем, что получателем был заключенный исправительной колонии, а сам мужчина – сотрудником режимного объекта. Запрещенную посылку дополнили экран к сотовому телефону и клей. Анастасия Шакирова об итогах первого и последнего судебного заседания по этому делу. История произошла за этим забором в лечебной исправительной колонии номер один. Сотрудник учреждения переступил закон. Младший инспектор пытался передать одному из осужденных запрещенную посылку. 22 ноября 2018 года вышел указанный сотрудник ФКО «Леву-1» Уфтина России Борисовод Тартан. Пронес на территорию «Леву-1» для передачи осужденного экрана сотового телефона. Защитную пленку сотового телефона, чубик, клей и дрожжи. Которые согласно приказу Министерства юстиции Российской Федерации 16 декабря 2016 года включены в перечень вещей и предметов продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь при себе. Сотрудник колонии оказался на скамье подсудимых. Сегодня прошло первое судебное слушание. Ожидание – оглашение приговора. Защита просит минимальное наказание. Характеристика подсудимого до этого случая была безупречной. Просили назначить минимальный вид наказания – это денежный штраф в минимально возможном размере. То есть может быть 5-10 тысяч назначат. Дело находится на особом контроле прокуратуры. Характеризуется как коррупционное. На сам судебный процесс и оглашение приговора нашу съемочную группу не пустили. Известно, что обвинение просит для подсудимого 1 год и 6 месяцев условного заключения. Именно столько и вынес суд. Полтора года условного срока за злоупотребление должностными полномочиями. Подсудимый свою вину признал полностью. Анастасия Шакирова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. В Нижнекамском районе на площади в 1 гектар появится яблоневый сад. А в 2020 году планируется построить убойный цех крупнорогатого скота с дальнейшей переработкой мяса. Об этом говорили сегодня на еженедельной планерке руководителей, когда затронули тему сельского хозяйства. Подводя итоги прошлого года, рассмотрели и результаты сводного рейтинга. В нем, к примеру, наш район занимает четвертое место по урожайности сахарной свеклы. Седьмое место по надою молока. И пятое по производству мяса. Много говорили и о предстоящей посевной компании. Будут задействованы 160 тракторов, 20 посевных комплексов. На данный момент подготовлен семенной материал. Это 4700 тонн. Вообще у земледельцев очень большие планы на этот год. В этом году нам необходимо завершить также вопрос по использованию обработанных землей для ведения вихсеворот и по активизации именно развития малых форм хозяйства. Усилит работу по строительству не менее одной мини-фермы в каждом сельском поселении для увеличения поголовок коров в лично пособленное хозяйство. Народные гуляния как на Масленицу, а традиции, как в День влюбленных. Национальное армянское общество отметило праздник Терендес. Главный атрибут праздника – костер, через который прыгают влюбленные пары. Крепко держась за руки, они готовы в буквальном смысле идти и в огонь, и в воду. Самвел и Алина женаты уже 10 лет. Семейная пара совершает прыжок через костер впервые. Так, по армянской традиции, влюбленные решили укрепить свой союз. Мы уже 10 лет живем вместе. Любовь стала намного крепче, когда мы прыгнули через костер. Огонь – главный атрибут национального праздника Терендес. Он уходит своими корнями в языческое прошлое, напоминает русскую Масленицу и День влюбленных. Здесь поют, танцуют и водят вокруг костра хоровод. Пока молодежь и влюбленные веселятся, люди постарше посыпают их семенами пшеницы и попкорном. У меня в руках сладостей. Вот эти сладости мы сыпаем на голову молодоженам, всем, кто прыгает через костер, потому что костер – главный атрибут праздника. Давай, пойдем! Армянская диаспора сформировалась в Нижнеканске в 2014 году. Основная задача – сохранить традиции, культуру и язык своего народа. Согласно старинным армянским поверьям, через костер прыгают не только влюбленные, но и те, кто хочет благополучия в жизни. Ну что, попробуем свою удачу? Когда огонь гаснет, пепел собирают и рассыпают по полям. Считается, что этот обряд поможет вырастить хороший урожай. Альбина Валеева, Фахрис Ламов, Новости НТР. Мини-огород у вас дома. В гипермаркете Эстон стартовала новая акция «Чудо-огород». Совершите покупку и получите один набор для выращивания дачной культуры. А еще в честь праздников 23 февраля и 8 марта – настоящий биквест шашлыка для мужчин и широкий ассортимент подарков для женщин. Все подробности в нашем материале. При покупке в Эстон за каждые 600 рублей в чеке на кассе можно получить набор для выращивания «Чудо-огород». Всего можно собрать коллекцию из 12 разных видов огородных растений на своем подоконнике. Огород уже не стало, попробую на балконе вырастить. А то, что вам подарили, будете выращивать? Буду, конечно. Подарок-то на сцене это надо. Создать зеленое настроение у себя дома вместе с Эстон можно будет до 22 апреля. У вас сколько уже таких горшочков накопилось? И какие растения там? Девять. А какие там растения? Всякое уже есть почти всего. Еще немножко осталось. А еще с 22 февраля стартует бикфест шашлыка домашней кухни Эстон. Действуют скидки 30% на подарки мужчинам и на напитки к праздникам. А также для мужчин 22 и 23 – 10% на все. На подарки для дам в преддверии 8 марта большой выбор подарков и всеми любимые живые цветы. И с 6 по 8 марта женщинам скидка 10% на все. С января в гипермаркетах Эстон бонусы начисляется на всю сумму чека и оплатить ими можно теперь и акционные товары. Светлана Жемкова, Евгений Лазаев, новости НТР. Далее еще одна информация рекламного характера. Затем вас ждет спортивный обзор Кирилла Давкаева и прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Напоминаю, что связаться с нами можно по телефону 40 07 70. Пишите нам на наш сайт, его адрес ntrdefiz24.ru или посредством мессенджера WhatsApp. Его номер 8 917 93 73 077. Уверенность в низких ценах приводит в аптеке Формленд 5 миллионов россиян каждый месяц. Все эти люди доверяют сети, потому что Формленд – это качество и надежность, доказанная многолетней работой. В аптеках созданы все условия, чтобы держать цены на социально значимом уровне. Прямые поставки от производителей, передовые технологии, оптимизация всех процессов. Это позволяет снизить затраты и предоставить покупателю минимальную цену. Для экономии денег, времени и просто, чтобы сделать процесс покупки лекарств удобнее, компания запустила сервис интернет-заказов на сайте farmlent.ru. На данный момент уже более 10 миллионов посетителей успели удостовериться, что лекарства еще дешевле на farmlent.ru. Кроме низких цен, большого ассортимента и гарантированного качества, Формленд радует своих покупателей многочисленными акциями. В аптеках Формленд мы устанавливаем изначально низкие цены, предоставляя при этом постоянные сезонные скидки. Это наша социальная ответственность. Так, 20 февраля будет действовать скидка 15% на лекарства и 20% на нелекарственный ассортимент. До конца февраля в наших аптеках можно получить различные подарки. Просто покупайте по низким ценам, получайте подарки и улучшайте свое настроение. Сравните цены и вы обязательно выберите надежные, проверенные временем аптеки Формленд. Сегодня в новостях спорта. Прощай плей-офф, нефтехимик завершает регулярный чемпионат. Юноши и девушки сразились на татаме. В городе прошло первенство под дзюдо. Об этом не только сразу после рекламы. В феврале Датсун от 384 тысяч рублей. Зимняя резина в подарок. Да, практичный. Да, доступный. Да, Датсун. Звони 4 пятерки, 3 семерки. Лечение геморроя лазером в клинике. Реабилитация. Проспект Химиков, 18. Телефон 30-42-44. На телеканале НТР обзор спортивных новостей. В студии Кирилл Довкаев. Здравствуйте. Хоккейный нефтехимик завершает свое участие в регулярном чемпионате. В этом сезоне выйти в плей-офф нашей команде не удалось. Шансов нас лишил Магнитогорский Металлург. С первых минут матча Металлург начал активно атаковать ворот хозяев. И уже на второй минуте открыл счет. Сравнять к перерыву нашим не удалось. Второй период стартовал по схожему сценарию. На 22-й минуте гости удвоили свое преимущество. Несмотря на лидерство, Металлург натиск не сбавил. И за три минуты до второго перерыва вновь отличился заброшенной шайбой. Нашим удавалось прорваться в зону Магнитогорцев. Но оборона уральской команды действовала на отличное. В меньшинстве Металлург не пропустил. Точку в игре поставил капитан Металлурга. На 49-й минуте Мазякин сделал 4-0. Победная трехматчевая серия «Нефтехимика» прервалась, лишив команду даже математических шансов попасть в розыгрыш Кубка Гагарина. Доигрываем чемпионат. Осталось два матча. Сегодня встречаемся на выезде с автомобилистом. Ну а завершим сезон встречей с питерскими армейцами. Уже в эту среду на льду не сихи марены. В сегодняшнем матче нам немножко не хватило эмоций. Практически, наверное, большинство шайб соперник забил, используя наши ошибки. Такие ошибки, которые были не по делу. Ну и в атаке пытались создать, но там нужно, конечно, играть более агрессивно. И такие подворотные соперники, что сегодня нам не хватило. О футболе поговорим. Победы начал второй этап тренировочных сборов. Основной состав «Нефтехимика» напомню, проходят сборы в Турции. Первым соперником стал «Краснодарский урожай», выступающий в зоне «Юг» первенство ПФЛ. Если для «Нефтехимика» эта игра была стартовой на сборах, то урожай противостоянием с Нижнекамской дружины свой сбор завершал. Возможно, это и сказалось на результате. Пусть с минимальной разницей в счете, но краснодарцы уступили нашей команде. Единственным голом в этой встрече отметился наш полузащитник Денис Макаров. Случилось это во втором тайме. Старт получился победным, надо продолжать в том же духе. Завтра дружина Юрия Уткульбаева на берегу Средиземного моря встречается с московским «Торпедо». Дальше «Балтика», «Чайка» и «Белорусский шахтер». Можно сказать ребятам спасибо за отношения. Все-таки отношения к этому матчу все-таки первые дни всегда на сборах, очень тяжелые. Они получают большой объем нагрузок. Выглядели таким сплоченным коллективом, дисциплинированным. Дождались своего момента, забили гол. Ну, в общем-то, план на игру выполнен в плане нагрузки, в плане игровой практики. Первая игра на сборах, она всегда с большим желанием проходит. Давно не было практики, соскучились по футболу. Старались выполнить тренерскую установку. Сколько хватило, столько показали. Надеюсь, следующие игры пройдут еще лучше. Один день, два татами и 50 борцов. В Нижнекамске прошло первенство города под «Дзюдо». Отборочное соревнование в своих стенах принял в спортивном комплексе «Арыш». Среди зрителей побывал и наша съемочная группа. Пройти город, чтобы выйти на республику – вот главная цель этих спортсменов, которые в этот день встретились на татами в «Ярыше». Сезон у борцов в самом разгаре, форму сбавлять никак нельзя. Пробиться в сборную города – значит выйти на республику. Мы всегда радуемся нашим ребятам, вне зависимости от того, какой они показывают результат. У ребят еще все старты впереди, то есть они еще только начинают, они еще только встали на путь дзюдо. Поэтому говорить о каких-то больших, высших достижениях еще рано. Но первые шаги они уже делают и это радует. Лучших выявляли среди борцов 11-12 лет. И от своих воспитанников выставили 4 школы – 2-я гимназия, Олимп, спортивный клуб «Втехимик» и спорткомплекс «Шинник». Приехали на турнир юные воспитанники 5-й Дю Суша поселка Камские Поляны. Девушек на турнире было немного, но поединки были очень зрелищными. Весовой категории девушек свыше 52 килограммов убедительно по сетке прошла воспитанница Дю Суша «Динамо» Анна Чекальна. У нее золото. Занимаюсь я 4 года. Готовилась я, мы вместе с тренером отрабатывали приемы и также боролись. Я тренируюсь только с одной девочкой, с которой первую схватку боролась. Но так я немного упрощаюсь, потому что знаю, какие приемы уже делается. Ну а весит 52 килограмма золота в Нижнекамске уже не осталось. Первое место заняла Камско-Полянская дзюдоистка Дарья Евдокимова. Она выполнила все установки, но поскольку у нас второй день соревнований, видно, что подустала немножко. Но задачу выполнила на 100%. Нижнекамск не первый раз. Гостеприимный народ нас встречает всегда гостеприимно, дружелюбно. Спортсмены тоже. Здесь очень много хороших спортсменов и мы набираемся опыта. Мы не так давно просто работаем, всего второй год, поэтому опыта здесь набираемся. А вместе с опытом набрали и медали. Представители Камских Полян увезли с собой одно золото и три серебра. Подавляющее большинство наград осталось у хозяев турнировоспитанников Дю США Динамо. 16 медалей. У Олимпы 5 призовых мест, у Шинника 3. Нефтехимики заняли 2 места в пятистале почета. Ну а первенство Татарстана пройдет в середине марта. Пожелаем нашим борцам новых медалей и чтобы как можно больше из них были золотым отливом. О королеве спорта поговорим. Нижнекамские легкоатлеты приняли участие в чемпионате России, который прошел в городе Чехов. Соревнование в помещении – это главный старт зимнего легкоатлетического сезона. Наш город, на нем представляли барьеристы спортивного клуба «Нефтехимик» и «Шинник». В отсутствии представителя спортклуба «Нефтехимик» мастера спорта Эйдара Гелязова, он по болезни пропустил русскую зиму чемпионат России. В мужской компании барьерного спринта выступали нижнекамцы Андрей Исаев и Артур Перевозчиков. Легкоатлеты в спорткомплексе «Шинник» не смогли выйти в полуфинал. Андрей показал время 8,43 секунды, Артур – 8,83 секунды. Мастер спорта России Анна Ватропин, отстаивающая честь спортивного клуба «Нефтехимик», выступила удачнее, пройдя женские полуфиналы. Но до попадания в финал ей не хватило 0,01 секунды. Анна показала седьмой результат – 8,36 секунды. Три дня, два турнира, завершим выпуск новостей бадминтоном. Нижнекамские спортсмены с медалями вернулись из столицы Татарстана. В центре бадминтона состоялось командное первенство Республики, участие в котором приняло 11 команд. Состязались в двух возрастных группах – до 15 лет и до 19 лет. В обеих возрастных категориях нижнекамцу удостоились медалей. В обеих возрастных группах нижнекамцы стали бронзовыми призерами. Параллельно с командным первенством проходила и личная. И здесь наши воспитанники Дю США Батыр без медали не остались. В мужском парном разряде Степан Волков с напарником из Алексеевского района стал золотым призером. В одиночном разряде Степану достался серебряные награды. По итогам соревнований будут обновлены списки сборных команд Республики Татарстан, а также определен состав команды для участия в первенствах России. Без нижнекамских бадминтонистов татарстанская сборная точно не обойдется. Ну а на сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР «Прогнозы погоды». Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также посредством нашего сайта «Еванрис» ntrdefiz24.ru. До встречи в эфире. Спонсор прогноза погоды – санаторий Бакирова. Удивительно комфортный, уютный, целебный, очень вкусный. Санаторий для всей семьи. Бакирова. Наш санаторий. 19 февраля в Нижнекамске ясно. Температура воздуха минус 12 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Во второй половине недели снова будет тепло и снежно. Спонсор прогноза погоды – санаторий Бакирова. Удивительно комфортный, уютный, целебный, очень вкусный. Санаторий для всей семьи. Бакирова – наш санаторий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин